всем прием и доброго времени суток это канал boring дмитрий или скучный скучный куда же без потягушка ну что продолжаем наш неторопливое казуальное и ленивое прохождение игры remnant 2 напоминаю вам про лайки извиняюсь за свое сопение и отдельное громадное спасибо помидорка вячеславу the cat exp и no name они знают за что ссылка на донат и в описании под видео так у нас тут все без изменений единственное что вот их сияющие сердце надыбали в кооперативе про то всем понятно что с ним делать ну да хрен с ним что то еще тут было еще мы нашли ну что а молот вот да молот вот молот мы добыли очень забавный вот так вот он бьет но если сделать заряженную атаку у него вырубается ускорение ну такое если честно говоря катану пока никто не перебил да нам не прокачано в остальном а ну кстати да вот туманность пистолет появился да 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 точно точно забыл совсем и сейчас хреначат кислотой коррозии по моему если ничего не путаю до коррозии опускает поток перегретого кислотного газа который накладывает коррозии враги под действием от эффекта получают до хрена урода коррозии в течение 15 секунд при убийстве цели на которых действует эффект коррозии от туманности возникает облака газа накладывающий тот же эффект облака исчезает через 2 секунды действие можно продлить нанотехнологический рой вот это прикольная штука выпускают уроны на машин которые ищут врагов на расстоянии 20 метров и многократно атакуют нанося 770 урон кислотой за попадание эффекта 15 секунд ну прикольно на самом деле как по мне на боссов особенно накидывать этот эффект и потом их стоять попинывать ну чем пойдем пойдем только единственный огромный минус этого пистолета он очень ближнебойный он буквально что-то я укачнул уже чуть-чуть он видите всего дальность 8 метров то есть ну такое как бы мелковатый как сказал халк кто б еще не говорил но вот эту способность вихря не перебьет ничто она слишком хороша а тут чё так где тут читать светлые мысли мысли истинного короля перед вами слова и мысли истинного короля правителя и защитника этого мира и всех сильфов преданные первописцом лэй вазом лэй вайзом я облег слова в текст дабы сильфы могли прислушаться к моей мудрости и выжить даже со мной что учиться несчастье скажу прямо сильфы не должны никем править но эта мысль была порождена не высокомерием или презрением это факт если сильфами будет править сильф наш мир погрузится в беззаконие этот народ гремучая смесь и лучший способ сдерживать наклонности сильфов поставить перед ними заранее определенную цель и коль скоро я их вечный защитник охранитель этого мира долг всей моей жизни оберегать этот мир от как от внешних угроз так от самих сильфов мой долг оградить сильф от их собственных диких наклонностей я записываю эти мысли и историю сильфов ради них самих ибо нет на свете никого кто бы знал и любил их так же как я ну да ну да ну да я тебя бью потому что я тебя люблю это ради тебя слышали мы такую логику пир лесного короля ну твою мать опять портянка текста однажды лесной королевший устроит грандиозный пир и пригласил всех лесных зверей один из вас получит от меня пряник говорил с приглашение того же кто не угодит мне ждет кнут звери смекнули что кнут это казнь ибо все знали как жестоко капризных владыка вот и обитатели леса явились на пир ястрерок натянул свой лучший наряд распушил перья начистила рога карпин почистил жабры и вылезал глаза так чисто как что они сияли нага сбросила старую кожу и причесала хвосты каждый зверь хотел предоставить лучшим виде кроме дикозуба чей мех был измазан пещерной слизью и смердел плесенью это еще что возмутился ястрерок почему-то не подготовился к встрече с королем так я же не пижон лениво ответил дикозуб а вот на вас без слез не взглянешь ты бы хоть помылся упрекнул в ястрерок если попадешься на глаза королю мигу мигом угодишь на висельцу зато мне удобно пожал плечами дикозуб мне нравится этот зверь хотя король еще не прибыл гостям подавали явство нет яства разве не явство яства ладно не помню честно говоря животных хвалили угощение но ели маленькими кусочками чтобы не показаться обжорами дикозуб же не стал тратить время на слова начал уплетать лакомство за обе щеки словно целый год голодал болван здесь все подстроено прошепел ястрерок король наверняка следит за нами ну значит мне не сдобровать ответил дикозуб запихивая в рот здоровенный кусок яблочного пирога и ранее крошки зато хоть сытом помру мне очень нравится этот зверь а затем под гробки и фанфары прибыл лесной король и занял свое место за главную сторону звери встали и поклонились все кроме дикозуба который так объелся что не смог подняться и пока остальные стояли закрывая его отзора короля дикозуб почесал тузы громко рогнул все присутствующие замерли от ужаса но гостей было столько что король не мог понять кто из них невежа кто это был закачал король признайтесь я быть может дарую вам жизнь но звери так боялись привлечь к себе внимание что даже не шевельнулись один только истрерок не смолчал он поднял кости кости когтистая крыло и указал на спящего дикозуба это было он ваше величество это дикозуба сквернул ваш изумительный пир дикозуб храпел так что сотрясались стены к залитому сладким соком меху прилипли крошки проснись и ответствуй дикозуб скричал король что ты орешь дикозуб испуганно подскочил он огляделся и увидел что все взгляды устремлены на него в том числе суровый взгляд лесного короля он сглотнул ком в горле чудный был пир сказал мне все очень понравилось а что это трапеза стала для меня последней так от ничего в зале вытерлась тишина звери наблюдают за королем им было страшно в то же время терпелось узнать что он скажет ни с того ни с всего король откинулся в своем кресле и разразился хохотом все гости молчали боясь даже пошевелиться глупый дикозуб сон улыбался во всю пасть глупая эта трапеза не станет для тебя последний дикозуб молвил король отсмеявшись ты еще не раз наешься до отвала тебе как никому другому понравился пир который устроил и потому ты получишь обещанный пряник и козор приказ и король приказал каждый день приносить пещеру дикозуба гору еды чтобы зверь был сыт и упитан до конца своих дней где прыгать чтобы я такой же подарочек подкинули затем король указал на истрерога а ты ты думал только о себе и предал своего друга ты самый вероломный из моих подданных а потому тебя ждет кнут король приказал схватить гости на дикозуб сказал так нельзя когда королевские стражники бросились на истрерога дикозуб кое-как поднялся своего стула и сбил их с ног огромными лапищами а потом поднял землю упавшее дерево и раздавил им короля так-то сказал он остальные звери закричали не тот страх и не то от радости а истрерог предложил провозгласить дикозуб новым королем сказано сделано и жил дикозуб долго счастливы до сих пор да и до сих пор живет мораль пижон суд добра не доводит а без кунтов и премьев наш мир такой конечно да как это работает вот так камням-ням-ням-ням-ням-ням-ням ну то есть накидываешь этот эффект не обязательно бить без остановки просто накинула и начинаешь интересные они вокруг меня летают вообще интересно конечно потому что у нас есть если я ничего не путаю у меня есть кольцо ли вот увеличивает урона кислотой на 10 процентов повышает сопротивление кислоте на 15 я не знаю тут так если заменить то что у нас за кольцо возвышенное кольцо да вот тут расход уносливости уже 75 не так не вариант кольцо духа леса вот она все-таки обычная это важно увеличит весь урон на 7 процентов можно вот это в принципе действительно поменять весь урон на 7 процентов хотя слушайте весь урон на 7 процентов да а там что будет а тут увеличить урон кислотой на 10 повышает сопротивление к кислоте на 15 да а что это же еще связано с кислотой было какой-то амулет вроде это электрошок негативные эффекты а вот он урон кислотой на 20 урон коррозии на 50 вот но здесь видите тоже вмешать тяжестность жене на 15 то есть мы например заменим вообще кошмар помедленное уклонение и брони 57 все можно оставляем вот это нет все-таки тот вариант который у меня он остается я понимаю что можно иначе играть я не спорю можно взять доспех не такой мощный так далее но и все-таки очень на тех а фанат скажем так танковых персонажей с которой прям держит урон уж прости такой вот ничего не попишем не сушки умеет ресурсы есть блин может был пистолет прокачать обвозили имеет у меня есть люминит хотя люминит есть чернула о да а можно же уклониться без я не перезарядки еще не могу блин сделал чуть не уклоняюсь я спал ой ни хренася ай ай кислота бьет но туда тут конечно чем-то похоже на огнемет но ключ главной советницы саван и зачем? подожди но на edge вот тут сидел подожди стоп вот тут так советника советницы советницы советник здесь был а вот как другие располагались я не помню я так понимаю чтобы дверь открыть да? советник был посередине это я точно помню что такое? я так понимаю что это надо чтобы дверь открыть дальше пройти или нет? тишь тишь что-то выпало что-то выпало так саван так саван сюда да все правильно просто надо было правильно поставить ну как они сидят грубо говоря аж помню что там по центру мужик был а по бокам девчонки но мужика как бы я тоже не помнил как зовут но я просто помню что как это драсти забор покрасить так мышь сударь я вообще-то с тобой дрался так айн момент кстати да у меня тут шестой уровень уже если вдруг кому интересно вот мы читали все чем я его побеждал вот этой штукой витым самострелом да-да могут вернуться в резерв полезно насчет этой хрени но в целом почему бы и нет или можно разрывную пушку взять у нее в принципе тоже способность зажигательная ой не разрывную звезды а он вообще не прокачан да блин ну здрасьте ваше величество вообще в копе моего того уже пинали даже победили в общем то уж простите я вас тут разнесу все потому как не могу иначе хочу это за вами за полезная пушка висит привет а алё сударь вы живы эй дядя это он какой-то шот он какой-то совсем не активный за нами лежит какая-то пакость за ним печать убийцы уж батюшки убийц пошли печати оставляют красота блин прям не убийца это вам не просто убийца представители фирмы печать есть не хухры-мухры это серьезные люди блин ну ладно что там за печать убийцы печать убийцы у меня его не было печать убийцы уменьшает поле зрения врагов на 25 процентов увеличивает весь урон врагам не атакующим вас на 10 процентов а 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 то что ему надо на загривок залезть это понятно как бы это сложно придумать какие тут еще варианты кинжал убийцы а а а а ваше величество понятно кинжал убийцы вещь для зданий сложно поверить что такое компактное оружие может быть настолько опасным рука инкрустирована маленьким фиолетовым самоцветом и украшена изящным симметричным символом в виде цветка а в силу действия древнего закона и маги сильфа оружие выкованное и созданное сильфами не могло навредить естественному королю многие пытались обойти этот закон и не преуспели однако мы нашли другой способ а так сиреневая да в нашем кооперативе дяденька был более таким подвижным ах ты шьем и до я до 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 На честный бой говоришь? ну давай на честный так на честный медленно перезаряжается минус этого оружия пишу очень огромный минус этого оружия она медленно перезаряжается сиренина и значит на то есть сиреневый это у нас вот эта правая тетя интересно но вообще надо быть очень оригинальным мыслящим человеком чтобы на орудие убийства поставить собственное клеймо вот и думай но это как бы на самом деле это не доказательство вообще то есть ну реально ты убиваешь могущественнейшее существо и... а как туда попасться не помню может там если с ключами поиграться но сейчас там уже не поиграешься вот и думай есть там проход или нет может есть может и нет ну включаем мы играться не можем а то сейчас ничего уже не сделаешь почему я просто перевернусь в другую реальность то есть говоря простым языком мы по сути ничего не решаем почему потому что ну то есть смотрите льда найдено оружие убийства и на нем есть клеймо но как бы вопрос супер то читал на и оставлять на нем свое клеймо ну блин даже не знала это как минимум странно главное обратить внимание что какие-то переходы еще что-то непонятно можно это открыть или нельзя может с ключами надо было поиграться в разных вариациях и переставляли за может быть может быть а может и нет но нет обычно все таки ну хотя вот эта дверь украли они была никак отмечена ты черт узнать на самом деле не знаю сок секретов это игре честно говоря секрет в без гайдер тут надо либо быть просто охренительно таким дотошным человеком который прям вот каждый момент и проект но здесь тогда пойти здесь сохранки не хватает в общем беда то есть как бы не хватает сахара можно было перезапускаться загружаться да вот он все как бабушки эти нужно там что-то бац перезагрузился бац перезагрузилась какие-то вещь проверил перепроверил за что я люблю ну что пошли предъявим так можно еще на ваш табличке глянуть но этом как бы я нашел как бы я нашел вот и ты удалось узнать что-нибудь полезно а ага ну я знаю кто помог самозванцев советую хорошо он этого нет закон сельфа в строк и беспощаден это чуть-чуть за икра не обвинить высокопоставленное лицо чтобы обвинить одного из нас тебе нужны доказательства новые доказательства за голословные обвинения члена совета полагается суровые наказание смерть по крайней мере для тебя мгновенная смерть ты хочешь выдвинуть обвинение в соответствии с нашим законом как пожелает до сколь ты хочешь если у меня не будет весомых уликами не убьете таков не нравится уходи даже не знаю чего я хочу больше найти виновных и увидеть твою казнь меня развлечет и то и другое продолжай а кто есть подарок а вот самозванцу помогла на или это интересно да секундочку но будь мы сейчас на стреме я бы спросил чего мы хотим драться с ними или пофигу потому что короче если обвинить так сказать голословно то будь мордобой с ними и мы получаем какое-то там очередное кольцо оно снижает сопротивление увеличивает силу и выносливость ну вот если же все правильно сказать то тебе подарят кинжал ближний бой короче как по мне что то херня что это поэтому давайте сейчас пойдем так сказать по доказательствам а следующий раз я перезапущу и когда будет этот совет я обвиню кого-нибудь из них так сказать голословно так что давайте у нас же на ель да я же ничего не путаю из всех членов совета ты обвиняешь меня кажется ты неверно понимаешь свою задачу и последствия ошибок а сейчас мы все узнаем у тебя есть улики против той кого я уже давно подозреваю солнце из тела истинного короля торчал тот кинжал и что с того вы оба знаете что король был тираном он презирал сельфов и наш закон и поэтому ты взяла закон в свои руки законы принимаем мы если бы вы они умерили смогона увидели бы что нам выпала возможность создать лучший мир самозванцем на троне едва ли на с закон не зависит от наших чувств и прихоти вы нарушили его и обманули наше доверие теперь вас ждут последствия о как лихо пожалуйста что ж с этим покончено надо сказать мне даже дышится легче зря вы радуетесь а не рил на эль была отличным советником и отличные преграды на пути справедливости теперь наш путь свободен ну чтож примета в благодарность от совета а теперь оставь нас пожалуйста у нас много дел не потребовать ли мне еще одной казни прочь отсюда не хочу потребовать ли мне еще одной казни прочь отсюда мы не принимаем просителей пока не восстановится политическая стабильность тебе здесь делать нечего а у нас слишком много дел уходи мы не принимаем просителей а может если сто раз нажать что-нибудь случится обсуждения мы не принимаем просителей пока не восстановится политическая стабильность не потребовать ли мне еще одной прочь отсюда мы не принимаем от ладно не принимают они красители может быть табличку на память забыть нет там у вас так чё нам там подарили так резной клинок оружие ближнего боя длинный меч тонкая работа создан для быстрого манижного бой с сильными врагами интересно давайте попробуем на кого-нибудь его испытать ну честно скажу это очень странное место возможно тут что-то еще есть но вот конкретно по первым впечатлением она оставила свой клинок с печатью внутри этого короля ой-ля-ля ой-ля-ля она убила короля и что как почему за бред да как-то это все немножко здесь не хватает варианта заставить их убить ее а потом грохнуть их самих то есть облегченный вариант когда ты им предоставляешь данные потом горю знаете ребят что-то мне тоже не нравится дайте ка я вас ее как говорится на ровном месте чтобы не выпендривались так давайте немножко почнемся все таки и деньги есть чем а и конечно что у нас тут на прокачку вот это да ну пока что больше ничего да так вот столько изготовить что-нибудь непрерывное прицель меня увеличивает урон дальнего боя назначение до 10% на 3 секунды это непрерывная тут тоже конечно давайте купим я потихоньку старый что это обман винтовка ну вот это она тоже купим на при использовании умение увеличивает урон ближний бой на 20 процентов прощай так пока нет я пока что но я потихоньку говорю скупаю все что тут есть все эти кольца и так далее так ничего нету морда ну и чего 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 поцеловать я хочу заполебал один зону чем тише 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 так так кто у нас тут есть качалка так тут уже нужен симулятор тут тоже нужен симулятор тут нужен симулятор тут а да кстати кольчику эти тиски купил оружие ближнего боя так ближний бой кого-то копью я хотел попробовать оно кстати кстати да я хотел попробовать копьем давайте калюминит весь потратим если что я всегда тут так и у нас сейчас пистолет получается урон этого оружия в дальнем бою когда уже не стоит боеприпас свой боезапас на 5 секунд становится бесконечным ну кстати тема на самом деле мелочь а приятно так а стоп подожди-ка сейчас секундочку так этот клинок сработан мастерски он тонкий и зящен и при этом не уступает даже сам прочному металлу прошлое отвергнутого принца лишь закалило его словно стали в эти свластен и бессмертен его мать сильна на озлобленное чудо что он вообще дожил до зрелости и что больше никого не убил длинномечника работы создан для быстрого маневренного боя с сильными врагами такое а не успеть просто что вообще не понятно ну красивая где хоть что-нибудь почему он вообще ни к чемушный такой падальщик так это точно нет непрерывное прицеливание увеличивает урон увеличивает урон от этого оружия в дальнем бою на 7 за каждый отсутствующий 20 процентов от резерва боеприпасов вот это мне больше нравится до вставляем так ничего пошли дальше и пошли назад денег все равно нет все потратили так сейчас тогда вернем пулемет я собственно арбалет взял потому что этот арбалет всего рикошетом он очень хорош против этого короля с ним можно драться да можно в другой видимо итерации мира можно с ним драться вот но не в данном случае но это все будем перепроходить на самом деле буду перезапускать то есть перезапускать приключения то есть смотреть разные версии мира то есть на самом деле эта игрушка надолго еще я очень надеюсь дожить до момента когда мне скажут что теперь можно качать сколько угодно талантов поглядим так пока оставляем это меняем что сейчас стоит возместитель в резерв так возвращаем пулемет возместитель мутатор тут вылечит скорость подготовки зараженной атаки на 35 косы так мужчина на 10 как по мне таких клинков должно быть два вот без шуток им надо было дать два кисни клинка только быстрых и прорисовать какую прикольную анимацию атаки но если уж слушайте но у него нет никакой способности вообще ничего ну чушь блин где не знаю буду же обвинить одного из них но можно было бы кто спорит после сейчас обвинем то есть как бы тут по очереди по очень очередь сукины дети очередь все по очереди все не торопясь не пихаясь не толкаясь просто я прочитал как бы награду за то что обвинишь другого но я почему полез читать в надежде что может быть будет что-то интересно а там по факту два варианта либо ты обвиняешь того кого надо либо ты обвиняешь того кого не надо и все то есть нет никакой третьего или еще чего-то ну то есть как бы секундочку сейчас совсем онтуражно сделаем естественно если я надел эту броню перед походом в совет что-нибудь бы изменило или нет но она отвратительная эта броня ну чё тут 15 и 4 блин вообще но зато а быстрого плане не расхода выносливости нет согласен да ну блин с 1.8 все выше не в топку как-то выпендривались и хватит я люблю я под любитель тяжелой брони хоть я знаю что-то категорически неправильно короче лесом этот клинок блин я не знаю смотрю на него понимаешь ну чё ну клинок да ну окей еще одна байда типа вот этой который ничего не может класс кстати да давайте как еще как работает ну как с когтями это когти купленные в этом в неруде если кто не помнит там можно было найти один магазинчик я там тоже все скупил так нам сейчас как бы куда а вот направо да направо ну съешь меня нет не хочешь она не хочет меня кушать ну все почему красный чем подсвечен почему красный чем подсвечен Так, здесь не все разрушено, здесь восстановилось, но в топку тогда эти кольца, кольца говорю когти Да, в общем немножко такой разочаровывающий момент с этим советом, ну я не знаю, ну, конечно, вот еще в чем проблема, что тут видите каждый раз, чтобы что-то проверить, это нужно же запускать, перезапускать, перезапускать, то есть ты, конечно, честно хочешь это сделать, да, то есть как бы, что плохо Погоди, я немножко занят еще А ну, пошли наверх КОПОТОВА КОПОТОВА мне нравится от коррозийное оружие прости приятель но нет где он так грустно походим приятного аппетита а Поехали! Следующий. Какая удобная штука. Что именно? Надеюсь не жопу. Она мне в броне просто доставать долго. А так то можно показать. Ай! Ты что делаешь, хулиган? Выходи на честный бой. Твой витаган против моей катаны. Окей, стою. Витаган. 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 Завидан. Давайте. Даа. Мне нравится это оружие. это моя способность мне чертовски нравится этот каразийный пистолет а можно как-то его дальность еще увеличить а там не 8 метров а например сделать хотя бы какой-то 19 этот классный это оружие в игре елки-палки ты проходишь закидываешь всех этой дрянью где где пугаешь больно между прочим ты и тут меня сажать ну нет так нет что за жизнь подставляешь ты кушай меня не кушай так нам сейчас да нам сейчас туда вроде вроде все если что-то я пропустил то на обычной карте этого этого чего-то просто не видно ничего не попишешь сэлявим двигай сейчас тогда сейчас наверно надо сохранится в принципе нормально в общем то читай совет открыли локацию почистили пистолет затестили классный пистолет кстати я говорю вот к этому пистолету еще класс инженера что пушку ставить и все и ты просто не знаю ты там закинул этого кислоты и главно уворачивайся от противника контрольная точка контрольная точка ай хочется играть и играть но увы и ах надо останавливаться ничего не попишешь сэляви ладно чё народ на этой в общем то да будем честны более чем приятной ноте всем огромное спасибо за просмотр напоминаю что ссылка на плейлист на группу вконтакте на дискорд и на донаты все это в описании под видео извиняюсь за свое сопение всех кто же до сюда смотрел обнимая парни хлопают плечу девушку по щечку увидимся в следующей серии remnant 2 ну не совсем безоговорочно все таки с оптимизацией беда и некоторые моменты выглядят очень ленивыми но по многим другим пунктам forever как то так